Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые слушатели! Начинается программа Очевидец Сегодня мы поговорим об истории Может быть и далекой, но оказывающей на нашу жизнь Самое непосредственное влияние Поговорим о гражданской войне в Латвии Почему проект Советской Республики Провалился в Латвии Но был успешен, скажем У наших соседей И на прямой связи с нами Кандидат исторических наук Научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук Леон Тиланник, здравствуйте, добрый день Здравствуйте В принципе В принципе, чем вообще Был привлекателен, может быть, если говорить так Вот советский проект Чем захватил он Большие массы населения В том числе вот латышских красных стрелков Которые ведь Не просто Ну, принимали участие в этих событиях Они, в принципе, были настолько Ну, можно сказать, верующими людьми Которые были готовы положить жизни Покинуть свою родину Уехать дальше, продолжать это дело То есть, ну вот, чем это привлекло людей Ну, вы знаете Тут сплетается сразу несколько мифов Которые вряд ли можно опровергать Так скажем По отдельности На истории латышского движения Сказалась такая специфика Ну, в первую очередь Это трагедия Латвии Разделенной долгое время линией фронта Это огромные миграции Это, в общем, высокий уровень Социального напряжения И на селе В связи со специфической земельной ситуацией И плюс еще Расслоением Национальным Выразившимся И в сословном Ключе И, конечно, в городах Обстановка была тоже Более чем подогрета Рига, да Крупный индустриальный центр На бурно развивается Соответственно, рабочий вопрос Стоит остро Бурно развивается И Лебава Я просто, простите Пользуюсь Тогдашними названиями Для аутентичности Бурно развивается Лебава Бурно развивается Виндава Который имеет шанс Стать основной Гаванью Российской империи Бурно развивается Двинск Который становится Крупнейшим Железнодорожным узлом Ну и так далее И, конечно, Первая мировая Максимально ускорила Процессы Мы будем называть это так Пробуждение Во всех смыслах Это и массовая эвакуация Это и формирование Латышских национальных частей Это и рост Агитации и пропаганды Это трагические события Семнадцатого года Когда была взята Рига И прочее Рига взята немцами Имеется ввиду Да В сентябре Причем при обстоятельствах Местами прямо позорных И, в общем, латышские стрелки Как и многие другие национальные части Вдруг неожиданно убедились Что их позвали воевать за родину А кроме них За их родину Никто воевать и не будет И это тоже наложило отпечаток Ну и впоследствии Совершенно Даже не трагически А почти фарсовые события Февраля восемнадцатого года Когда Остатки Прибалтики То есть оставшиеся Лифляндия И Эстляндия Были захвачены Казировскими войсками Без особенных проблем В течение буквально Десяти-четырнадцати дней И если многие До этого полагали Что вторжение Германских войск Принесет какую-то Страховку от гражданской войны От бедствий От радикальных Большевистских экспериментов Которые начались Там немедленно То реалии Германской оккупации Многих отрезвили И быстро Соответственно Это подогрево страсти И уж разумеется Те латыши Которые оставались На территории России А их было много И не только в Петрограде И не только в Москве Латыши эвакуировали В Харьков Латыши были в Саратове В Самаре И прочее Эти латыши Теперь понимали Что родина Для них отрезана Они имели шанс Репатриироваться Но Они в общем Представляли Что их там ждет Это голод Поскольку все лишнее И даже не лишнее Продовольствие Возится в Германию Она сама голодает Это разумеется В лучшем случае Возвращение На правах Батраков К помещикам немцам Которые теперь Уверены в том Что Германия Их в той или иной форме Присоединит То есть до этого Латыши еще надеялись Что может быть Российские власти На волне борьбы С излишним немецким влиянием Как-то станут на их сторону В 18-м году Это не так Поэтому мотивации хватало Ну и плюс За 18-й год Прославленные Впоследствии Советская историография Латышские стрелки Конечно проявили себя Как большевистская гвардия И многие офицеры Латыши Которых и до этого Было достаточно В императорской армии Они оказались На высочайших постах И в ВЧК Ну вспомним там В Ацис Петерс и так далее И в Самой главной Рабоче-крестьянской Красной армии Ну вплоть до того Что Вацетис Стал тем Кем он стал Поэтому Здесь еще Наверное Можно говорить И о Специфическом Таком Национальном Самолюбии Когда вдруг Неожиданно для себя Латыши Оказались Ну Вершителями Судеб В чем-то Все импирии Причем Причем Вот России То есть Они в схватке За Господство На Господство Вообще Во всем Имперском наследии Разумеется Были Латыши И белый Был Иманский полк У белых Были Заговоры С участием Латышских Офицеров В Москве И прочее И позиция Самих Латышских Стрелков Далеко Не идеальна Тут я Вот должен Как-то Сказать Что Миф Об В исключительной Дейности Латышских Стрелков Он Ну Не вполне Подтверждается А в чем В чем Ну Эти изъяны Мифов То есть Мы привыкли Говорить о том Что это были Абсолютно Преданные Абсолютно Лояльные Иногда Даже Считалось Что Лояльны Они потому Что Они плохо Понимают Ну То есть Говоря по-латышски Между собой Плохо Понимая По-русски Они вырваны Может быть Из контекста Реальности Ну Во-первых Эмигрантская Латышская Стреография Довольно Убедительно Продемонстрировала Что полковник Лацетис Еще когда он Был полковником Сарской армии Был вполне Себе Латышским Националистом И ни о каком Большевизме Там речи не шло И было О исключительных Революционных Воззрениях И прочее Тоже касается Ряд других Офицеров То есть Исключительная Преданность Латышских Стрелков Большевикам Ну Мягко говоря Хорошо Во-вторых Все-таки Надо иметь в виду Безысходность То есть На родину Не вернуться И уж тем более Не вернуться На родину С оружием В руках Ну по крайней мере До какого-то момента Плюс Ну есть Весьма Убедительные Свидетельства О том Что с латышскими Стрелками Оба их Так сказать Переходя на сторону Вели переговоры И немцы Германское посольство В Москве Это давно Так сказать Доказанный факт И Конечно Вела переговоры Антанта Потом Сделали вид Что латышские Стрелки Попросту Ну Вели такую Удачную провокацию Фактически Подставив Послов Антанта И выставив Их перед Чекистами Простофилями Как оно было бы На самом деле Мы не знаем Если бы обстоятельства Сложились для большевиков Чуть-чуть по-другому Латышские большевики Внезапно Подняли бы путь И Все пошло бы иначе Конечно Потом Когда большевистская власть Устояла И более того Когда Большевистская власть Стала той властью Которая приведет их На родину С оружием в руках Конечно Тогда Латышские стрелки Стали максимально идейными То есть Это вот Где-то Ноябрь Декабрь 18-го года Здесь Наконец-то Их цели Национальные Совпали с большевистскими На 100% Это был Расцвет Может быть Забегая сразу Очень далеко Вперед В чем причина Того Что в 30-е годы Сталин Ну просто Зачистил Вот Абсолютно Именно Вот Эту часть Старых большевиков Ну да Если их можно Считать Старыми Большевиками Вы знаете Там Не вдаваясь Может быть В какие-то Теории Заговора Насчет Сталинских Воззрений И прочего Все-таки На мой взгляд Довольно Бесспорно Что Сталин Мог годами Сводить счет За что-то И по-старому Абиту Сталина Со времен Гражданской войны На многих Военных специалистов Включая Вацетис Накопилось Более чем Достаточно Для большевистского Режима История Гражданской войны История Октябрьской Революции Ну в общем-то Была своего рода Да простит меня Там все стороны За это сравнение Своего рода Евангелие То есть Никаких Колебаний Сомнений И перетягиваний Каната На тему Кто самый Выдающийся Быть не должно И выстраиваемым Сталином Версии Истории Гражданской войны Главным героем Был он Латышским стрелкам Могло быть Уделено место Некоторое Но разумеется Не заслоняющее Сталинское Сталин в 18-м году По крайней мере Летом и осенью Как мы знаем Был в царице Соответственно Все главные герои Гражданской войны По-сталински Они оттуда Это и Ворошилов Это и Будённый И прочее Все те Кто мог рассказать Слишком много О своих заслугах Оттянив Тем самым Сталин И те Кто вовремя Не научился молчать А в общем Нет человека Нет проблемы Должны были быть Уничтожены И они были Уничтожены И в этом смысле Конечно Латышские Бывшие стрелки Спаянная Когорта Представляющая Собой Своего рода Такую мафию Которая Никогда Не пойдет На какие-то Частичные сделки Она конечно Была угрозой И она была Уничтожена Оснований Для этого Было полно Дело в том Что в Ацетисе Еще в годы Гражданской войны Подозревался В измене Он некоторое время Сидел Под арестом То есть Случай чего Вернуться К дознавательству Было легко Вот Но ровно По тем же Лекалам Были уничтожены Те кто Когда-то знал Щерса И много мог рассказать Там о нем Те кто Был связан Напрямую С Троцким Просто из военных Специалистов Те кто Как там Егоров Имел слишком Хорошие связи Среди офицерства Военспецов Был уничтожен Тухачевский И так далее Латыши Здесь пример Яркий Но не уникальный То есть Мы не можем Говорить О личной Национальной Мести Сталина Латыша Конечно нет Ну Латыши же Были И среди Тех людей Которые Инициировали Тот самый Большой террор В том числе Эйхи Который Выступал О съездах Партии На пренуме И призывал К этому И он Был одним Из ярких Личностей Одной из ярких Личностей Большого террора И потом Сам Стал его Жертвой То есть Здесь Как бы Нельзя сказать Что Ситуация Развивалась Однонаправленно Ну Конечно Латыши В общем И в ЧК Занимали место Ну Откровенно Непропорциональное Так уж повелось И Соответственно Латыши Были среди тех Кто На каких-то этапах Был Ну Главным инструментом Террора Не сомнений Просто Там Предваряя Националистические Мифы Какие-то Я говорю Считать Что Сталин Истреблял Латышский Комсостав РКК Исходя Исходя Из их Этнической Принадлежности Нет Ему Была Интересна Они Как Группировка Соответственно То же самое Касается И ЧК В ЧК Тоже были Свои Определенные Группировки Связанные С определенными Историями В прошлом И Соответственно Как только Они свою роль Выполняли Сталин От них Избавлялся И в этом Смысле Эйхи Сотоварищи Тоже Не одинок Да Потому что Группами Истребляли Чекистов И по другим Поводам У нас Есть просто Звонок Мы наверное Сейчас его Примем Здравствуйте Пожалуйста Ваш вопрос А Сорвался Звонок Ну и Бог с ним Если Продолжать Вот Продолжать Может быть В хронологическом Вернувшись Назад Вот Как развивались События Вот После того Как Произошел Большевистский Переворот Революция Можно называть По-разному Вот Как В Латвии Прокатилась Ведь это Тоже Красная Волна И была Советская Латвия Латвийская Республика Сознана Вот Как Развивались Эти события Я бы Сказала Что это Не просто Была волна А на выборах В учредительное Собрание В принципе Социал-демократы В Латвии Одержали Такую Убедительную Победу У них Во многих Регионах Было До 80% Голосов Потано За них Да То есть Это Не просто Компания Я бы сказала Это была Такая Убежденность Населения В том Что это Их Партия Их Люди Но потом Эта Убежденность Каким-то образом Перевернулась В обратную Сторон Вот как Это Произошло Ну Опять К вопросу Об убежденности Я бы Тут Мог бы Сослаться Даже На Фильм Чапаев Помните Там есть Моменты Где Крестьяне Ставят вопрос Который Ну Строго Говоря Должен Шокировать Всех Сколько Нибудь Грамотных Людей Василий Иванович Это из-за Большевиков Или Коммунистов Да Тут Нужно Иметь в виду Вот Какой Момент Латышское Население В подавляющем Большинстве Своем Было Крестьянским Соответственно Большевистский Декрет О земле Недаром Выпущенный Быстро И сразу Был направлен На симпатии Крестьянства И соответственно Крестьяне Впоследствии Очень четко Разделяли Большевиков И коммунистов Большевики Это те Кто дал землю Ну по крайней мере Сказал что дадут И позволил Ее брать Помещиков Коммунисты Это те Кто потом Вели Продовольственную Диктатуру Продразверстку Комбеды Продотряды И так далее То есть для крестьян Любой национальности Большевики И коммунисты Это были Две большие разницы С учетом Специфического Положения Латвии Мы наблюдаем Эту закономерность То есть Латвия По крайней мере Лифляндия Застала Большевиков Те кто Издал приказ О земле Те кто Отменил Любые Сословные Привилегии И те кто По большому счету Сказал крестьянам Фас Им можно было Забирать земли Грабить Помещиков Более того В январе Феврале 18 Так называемые Бароны Ну то есть Дворянство Остзейских Губерний Был фактически Объявлен Вне закона Готовилась И началась Его массовая Депортация Пошли репрессии И прочее А куда Депортировали В Енисейскую Губернию И более того Даже начали Потом Немцы По условиям Брестского мира Добились возвращения Взятых в заложники И они Были возвращены Соответственно Для Латышей Вот этот Период Между Ноябрем 17 И февралем 18 Это период Сведения Старых счетов И разумеется Они голосовали За тех Кто дал землю И тех Кто позволил им Решить земельный вопрос Так как они давно хотели Говорить об их Идейных воззрениях Здесь Наверное Не приходится Ровно по тем По тем же причинам В России На выборах В учредительные Собрания Там с огромным Перевесом Победили СР Просто потому Что СР Ассоциировалась Как партия Которая даст Крестьяную землю И все Дальше Латвия оказалась Оккупирована Что называется В полном Своем составе Времена Введения Комбедов И начала Проведения Политики Военного коммунизма Латвия не застала Да Об этом ходили слухи Да Репатрианты Которые все-таки Прибывали В 18-м году Рассказывали о том Что творится В России Но Надо сказать честно Что положение На оккупированных Немцами территориях Тоже было далеко Не розово И по крайней мере Все равно Сохранялась уверенность Что Как только немцев Отсюда погонят Землю мы себе вернем Помещиков Выгоним Или перережем Ну а Когда война Кончится Кончится с этим Мы все проблем Поэтому Когда К самом конце ноября Советские войска Двинулись На территорию Современной Латвии Начиная с Латгалии И потом Зайдя с севера Лифляндии Их ждали Как освободителей Их ждали Как своих Ноября 18-го года Я уточню Да Которые вот придут И мы вернемся К тому Чем занимались Почти год назад И их ждали Поэтому И все попытки Формировать Латышские роты Ландосфера Они провалились Потому что Просто латыши Выставали В первую очередь Против немцев Как местных Так и из рейха А уж только потом Они согласны были Подумать О том Не захватит ли их Мы сейчас Буквально ненадолго Прервемся Продолжим разговор Об истории Напомню Что у нас Леонтий Ланник Научный сотрудник Института Всеобщей истории Российской академии наук На прямой связи Микс Продолжается программа Очевидец Людмила Прибыльская Олег Пеков В студии Мы принимаем сейчас Звонок От слушателей И у нас на связи На прямой связи Левантиланник Кандидат исторических наук Добрый день Здравствуйте Пожалуйста Ваш вопрос Добрый день Константин Вот так случилось Что в силу возраста История латышских стрелков Поучаствовала И в моей жизни В советское время Отличников учебы И комсомольской работы 1 сентября В преддверии 7 ноября Поставляли на так называемый Почетный караул Поста номер один Памятника латышских Красных стрелков И два месяца С разводящим С трехлинейными винтовками В форме стрелков Мы там стояли В любую погоду И в перерывах Директор Или как он там Заведующий этого музея Латышских стрелков От которого Вся эта история была Нам подробно рассказывал И никто ничего не скрывал Очень гордились Подвигами Латышских красных стрелков Он неоднократно Подчеркивал Что латышские красные стрелки Единственное кадровое подразделение Истарской армии Которое в полном составе Со штатным вооружением С командирами Со структурой Перешло на службу На сторону большевиков Потом уже повзрослев И когда началась Сейчас уже Вся эта история С мифологией Я тоже стал изучать Этот вопрос И действительно Если бы не латышские Красные стрелки Не будем сейчас Перечислять Кровавую резню Которую они устроили От Сыктывкара До Ростова На Дону Если бы не они То какая вероятность Того Что Это вопрос Вашему гостю Вероятность того Что Ленин бы Ну большевики Не удержали бы Петроград Ни от меньшевиков Ни от эсеров Ни от наступления немцев Врангеля И прочих Всех От кого отбили Латышские Красные стрелки И что история Это первый вопрос И что история Могла пойти По другому руслу Абсолютно Если бы монархия Дома Николая Второго Устояла Романова И второй вопрос Скажем так Почему Современная Латвия Вместо того Чтобы просто Принимать Виталийцы Латыши Участвовали Бои были тяжелые И подвиги были И жертвы были И почему Сейчас современная Латыши Так сознательно И скромно Потупя глаза Пытается Все это Спрятать Замести под половичок Не потому ли Что тот миф О сороковом Годе оккупации Когда большевики Пришли в Латвию Что это бумеран Который вернулся В Латвию От восемнадцатого года Который Они устроили Беспредел в России Отскочил И вернулась В сороковом Году обратно Как вы думаете Спасибо Тут сразу Очень много Вопросов Да Ну я так Попробую В хронологическом Порядке Ну во-первых К свержению Династии Романовых Все-таки Латышские стрелки Отношения не имеют По поводу Отражения Наступления Немцев на Петроград То же самое Немцы остановились Не потому что Их латыши Остановили Или там Эстонцы Или кто-то Они остановились В связи с подписанием Брестского мира И в дальнейшем И в дальнейшем Петроград Если и планировали Брать То там Весьма Специфических Обстоятельствах Что же касается Решающего Вклада Латышских Стрелков То да Биография Героическая Если подходить С точки зрения Решающего Вклада То Эпизодов Достаточно И Наверное Самым эпическим Из них Для спасения Советской власти Является Сто процентов Подавление Лево-СРовского Мятежа В Москве Вот эти события Шестого Седьмого Июля В чем-то Где-то Восьмого Июля Потом Ярославль И прочее Это вот Настолько Острая Точка В которой Ну наверное Отчаялись бы Любые правители И вообще говоря Отчаяние Конечно было Плюс Это разумеется Позднейшая история Там В Поволжье Сказанию И прочее То есть Ни для кого Давно уже Не секрет Что большевистское Руководство Люди там Самых пламенных Фанатических убеждений Все-таки Как минимум Несколько раз За гражданскую войну В панику-то впадали И уже В общем Подумывали о том Что наверное Мы не удержимся И в общем Пора как-то уже Бежать В этом смысле Латышские стрелки Ну С чисто Такой Может быть Боевой Точки зрения Гордиться Есть чем Тут Вне всяких сомнений Является ли это Доказательством Их идейности Сомневаюсь То есть Разумеется Идейные люди Были Но Есть один Контраргумент По поводу Идейности Дело в том Что уже После 20-го года В 21-м В основном И местами В 22-м В Латвию В независимую Латвию То есть Несоветскую Репатриировалось Несколько тысяч Латышских стрелков Тех самых Стрелков Которые Так Так сказать Упорно Проливали кровь За Большевистскую Власть То есть Казалось бы Как так-то Вот Советская власть Не победила В Латвии Оставайтесь на родине И конечно Многие остались Но далеко не все А что-то Как-то Репатриировалось И В том числе И те Кто И Красный И Орден Красного Знамени Уже к этому моменту И Янис Кригорс Например Это к вопросу Об идейности Что же касается Там еще был Вряд Продолжается Значит В современной Латвии Ну тут Про Бумеран Да Про Бумеран Что вот это Бумеран Ну Эта концепция Как и многие другие Там подобного рода Она может быть доказана С помощью Хорошо подобных Аргументов Правда Не только Применительных Латышам Хотя Наверное Тут Латышские Стрелки Занимают Почетное Первое место Но В общем И Красных Эстонцев Можно вспомнить Они тоже Молодцы Вот И Многих Других Интернационалистов Так называемых Тоже Можно вспомнить Является ли это Какой-то там Затаенной Местью Ну Конкретно За 18-й год Не знаю Или там Не местью А историческим Возмездием А вот Относительно Скажем 20-го года Тут Может быть Поинтересней Ход Потому что Те самые Границы Которые Латвия Так упорно Хочет По сей день Она получила Не когда-нибудь А в 20-м Году Весьма Специфической Обстановке И Границы Эти Были Для нее Мягко Говоря Щедры И Щедрость Большевистской Объяснялась Весьма Просто Да На тот Момент Большевики Вели Отчаянную Схватку С высокими Ставками Был поход В Европу Даешь Варшаву Даешь Берлин И в связи С этим Можно было Договариваться С Латвией С Эстонией С Финляндией Можно было Вильну Отдавать Обратно Литве Кому угодно Лишь бы они Пока не мешали А желательно Помогали Такой Брестский Мир Вот если Проводить Параллель Маленький Брестский Мир Да Начиная с Юрьевского То есть Стартусского Договора Договора с Эстонией Но он все-таки По-русски Юрьевский Вот соответственно Договоры эти Подписывались Кроме Финляндии Не пошедшей На это Она прекрасно Понимала Почему так И тем самым В общем Брала на себя Ну определенный риск Что то Что случилось Дальше Мы знаем И надо сказать Что Та же Польша Проявила Все то же самое Самые ответственные Моменты Когда Деникин Рвался к Москве В сентябре Октябре И начале ноября 19-го года Польские войска С вполне Очевидного Приказа Пилсудского Который вел Переговоры с Красными Никаких активных Наступательных действий Не предпринимали А это был Миллион штыков Ну Насчет миллиона Это там Поляки себе Сильно льстят Но по крайней мере При отчаянном Положении Красной армии В общем Если бы еще и Поляки начали наступать Ситуация была бы Катастрофическая Поляки этого Не сделали И Пилсудский Продолжал торговаться С Красными Всю зиму 19-го 20-го Годов И потом он В общем Рискнул И сам пошел В Абак То есть Если уж даже Польша Вела себя Таким образом Типичным Для Лемитрофов То и Остальные страны В общем Поступили Довольно аналогично В этом отношении Свою долю риска Они на себя взяли То есть Это был договор С дьяволом Можно в принципе Так сказать Ну то есть Ну это был Да Такая попытка Вытянуть каштаны Из огня Для себя Ну что ж Вы вытянули Насколько Это вам удалось Опять же Кому-то не удалось Сразу Вот например Грузия Подписала Мирный договор С РСФСР В мае 20-го года В мае Ровно тогда Когда поляки Взяли в Киев И заваривалась Очередная Мощнейшая Компания Через 9 месяцев В феврале 25-го В Грузии Большевистское Восстание И грузинские Красные Вместе с Негрузинскими Красными Прихлопнули Независимую Грузию За 3 недели И все И Грузию Никто не спас Поскольку она была Зажата между Кемалийской Турцией И Советской Россией У Латвии Шансы были Просто в силу Географии Немножко другие Но сложись По-другому Советско-Польская Война Ну или хотя бы Не так разгромно Для Совета И еще неизвестно Что было бы С Эстонией и Латвией Не то что в 40-м А в 21-м То есть прав Был Ректор нашей Витзамской Высшей школы Когда он сказал Что победу Над большевиками Обеспечили Именно польские Военные успехи А не Собственно Действия Латвийских Вооруженных сил Ну опять По-своему В становлении Так называемого Санитарного кордона О котором Антанта мечтал В общем Свой вклад Есть у всех Ну санитарный кордон Вокруг России Естественно Да Вокруг большевистской России Это очень важное Точнее Но Говорить о том Что конкретно Поляки То есть Если брать Например События осени 19-го То как раз Поляки Сделали все Чтобы Советская Россия Победила Белых Если говорить О том Что Скажем так Поляки Помогли освобождать Конкретно Латвию От большевиков Ну поляки Конкретно В боях 19-го года Поляков Что-то как-то Не было В Латвии А вот Скажем Двинск Поляки Себе Очень хотели Забрать И Стычки Между Латышами И поляками За Двинск Назревали И В общем Ситуация Могла быть Очень неприятной Тут Латышско-польская Дружба Объясняется Очень просто А именно Еще одной Страной Строго Между Латвией И Польшей Да Не будем Ее Лишний раз Называть И Поскольку У поляков Была Важнейшая Цель Вильна А не Двинск То они Довольно Легко Согласились Да Пусть Двинск Останется Латвией Просто потому Что в общем Вильна Им важнее А вот Не будь Виленского Вопроса Так и Насчет Двинского У поляков Были вполне Конкретные Пожелания Тем более Что это Латгаля Она католическая И поляки Легко Объявили бы Что Латгалы Это на самом деле Перешедшие На латышские Поляки А так как Они католики Они тоже Поляки Ну и так далее Помогать Белым Ну вот Деникину Врангелю Объяснялось Тем что Страхом Перед Реконструкцией Российской Империи Где в принципе Ну вряд ли Нашлось бы Место Независимым Там Республикам Латвии Литвы Эстонии Ну конечно Опять же Говорю Здесь Логика Улимитров Одинакова То есть При желании Сецессии От империи Не так важно Какой империи Будет Красный Или белый Некоторая Некоторая Уверенность В том что Белые Все таки Признают Независимость И отпустят Могла быть У поляков Раз И с некоторыми И то там Долгими Оговорками У финнов Два Все остальные Всегда Должны были Рано или поздно Выбирать То есть Мы будем Вместе с красными И тогда В общем Красные Усилятся И нас прихлопнут Или мы будем С белыми И тогда белые Восстановят Как они сами Всегда говорили Единую И неделимую Ну и мы Начнем с ними Торги Которые Кончатся Предсказуем Ну то есть Какую-то автономию Конечно предоставят Но о независимости Речь идти не может Более того Страны Антанты Тоже не спешили Признавать Независимость Всех Прибалтийских Стран Поэтому Белые Не испытали бы Проблем С ликвидацией Любых Попыток Антанты С удовольствием Поддохнули У нас тут Несколько вопросов Пришло От слушателей Но может быть Сначала Да Примем Звонок Здравствуйте Пожалуйста Добрый день Скажите пожалуйста Вы сказали Вот К династии Романовых Латышские стрелки Не имеют Никакого отношения Как же не имеют Когда Формирование Национальных частей Началось Именно При Николае Второй И по-моему Депутат Государственной Думы Годман Просил Чтобы именно Латышские части Так сказать Не участвовали Во второй Мировой войне Это Первый Дополнение Вот Предыдущему Слушателю И второе О бумеранге 37-й год Вот именно Это бумеранг За то Что натворили Так сказать Латышские стрелки И Виктор Алксис Изучал Этот вопрос Подробно И даже Он Который Пострадал Он признал Что да Именно Это так Спасибо Спасибо Ну Во-первых Я говорил О свержении Династии Романовых Если конечно Кто-то докажет Что это Латыши Свергали Романовых В Петрограде Это будет Очень интересно А так Вообще Все Что происходило На территории Российской империи До 2 марта 17-го года Имеет отношение 1837-го года И Алксиса Ну Во-первых Алксис Вряд ли В данном Случай Может считаться Страной Хоть Сколько Нибудь Беспристрастным Во-вторых По поводу Своей Позиции О логике Сталинских Репрессий В данном Отношении Я уже Высказывался То есть Это Сведение Счетов Сталином Не за то Что Кто-то Там Беспредельничал В России А за то Что в общем Были другие Кандидаты На Центральное Место В истории Что же Касается Господнего Проведения И Господней Кары За Действия Латышских Стрелков То здесь Волен Каждый Считать Как угодно Леонтья А вот Вопрос О немцах Получается Что В принципе Немцы Находясь Здесь И местные И из Рейха Они Все-таки Имели в виду Какой-то Свой проект И Поэтому Они так Активно Взялись Помогать Латвийской Республике Более того Местный Уполномоченный Винник Принял Непосредственно Участие В подготовке Самого Этого Проекта Про Возглашение Независимости Что Случилось С немцами Почему Они Потеряли Свою Такую Лидирующую Роль Как-то Их харизма Увяла В процессе Вот этих Боев Уже Весны И Больше Лета 19-го Года Когда Ландесфер Фактически Ну Был Растворен Прекратил Своё Существование Ну Насчёт Того Чтобы Они Утеряли Харизму Тут Вопрос Спорный Применительно Немецкого Относительно Немецкого Вклада В независимость Латвии Дело В том Что В Германии Разумеется Были люди Которые Не строили Иллюзий Насчёт Громадной Германской Империи С границами Непосредственно Дофинского Залива Были и те Кто полагал Что создание Прогерманских Сателлитов С какими-то Внешними Атрибутами Независимости Оно будет На порядок Выигрышным И к этим Людям Принадлежал Винник В том числе Для них Это был Запоздалый Может быть Но вполне Реальный Компромисс Между Остзейской Прибалтийской Элитой Между Местным Населением Ненемецким И Между Скажем так Теми Кто положил Свои жизни За освобождение Этих территорий От Российской Империи А таковыми Считали себя Германские Солдаты И в этом Известная Логика есть С точки зрения Немцев Из Рейха И Латвия И Литва И Эстония Заселены Очень плохо Развиты Они тоже Плохо И поэтому От того Что состоится Массовая Крестьянская Колонизация Этих территорий Немцами Переселенцами Которые в том числе Получат латышское И другое гражданство От этого Только выигрывают Соответственно Винник не видел Проблемы в том Что Вдруг возникнет Некоторое Такое Некоторый Немецко-латвийский Компромисс Он на него Работал Потом Он стал Невозможен В связи С резкой Анти Латышской Позиции Остзейских Немцев Защитить Которых Как соплеменников Винник Стремился Потом Когда на волне Успехов Прибывших Из Германии Добровольцев Немцы Посчитали Что компромисс С латышами Им не нужен Или по крайней мере Они будут диктовать Условия Этого компромисса Когда была взята Митава Когда была взята Рига 22 мая Соответственно В дело вмешались силы Покрупнее И Ландесвер Растворился Не потому Что он Ну скажем так Утерял какие-то качества Он был раздавлен Антантой Вооружавшей его врагов Он был раздавлен Правительством Правительством Веймарской республики Которая Из страха Перед Антантой Запрещала ему помогать Запрещала Отправлять добровольцев Оружие и так далее И он был раздавлен В том числе И разбродом В собственных рядах Поскольку До того Вполне союзные Остзейским немцам И фрайкорам Латыши и русские Часть латышей И русские белогвардейцы Вдруг Ощутили себя Орудием Воплощения Каких-то немецких Имперских планов Они в общем Совершенно не за этим Сражались И поэтому Ландесвер Остзейский Заигрался Был под Цессисом Он же Венден Разбит И по условиям Перемирия Был вынужден Поступить Под командование Британского офицера И соответственно Окончательно Под латышскую юрисдикцию Это было уже И в июле 19-го года И после этого Соответственно Состоялся проект Ландесвер Проявил себя При освобождении Латгалии В январе 20-го Но на то Что он будет Определять политические Судьбы Латвии Он уже не претендовал У нас просто Очень много Звонков И вопросов Пришло По Ватсапу Время передачи К сожалению Уже заканчивается Может быть мы Один звонок Еще успеем Принять Здравствуйте Добрый день Добрый Вопрос который Я хочу задать Он довольно объемный Но может быть Восьмонская Ответит на него Город Рига Изначально Это чисто Немецкий город Где Неком Влияние Латышей Не шла Не речь Да И даже После того Как Россия Там Победила Там И Прибал Слышки Славы Как Получилось Так Что Немц Сейчас Здесь Нет Спасибо Да Ну В общем Ничего удивительного Нет Да Иммиграция Из Риги Началась Еще во времена Немцев Я имею Во времена Российской Империи В связи С Отходом Российских Властей От прежней Политики Максимальной Автономии Для Оздейских Немцев Она Продолжилась Межвоенный Период Ввиду Того Что Земельная Реформа В Латвии Категорически Оздейских Немцев Где их к тому времени Фактически не осталось Их выселили Из многих Областей Восточной Европы И миллионы Уехали В Баварию Баден-Вюртенберг И прочее Так что Как раз У Риги Эта трагедия Может быть Еще и растянулась Во времени Были и более Трагические страницы В истории Восточного Немецкого Племени Скажем так Ну Я думаю Что мы Продолжим Этот разговор Пригласим Леонтья Владимировича Еще раз Дать Ответы На вопросы Наших Радиослушателей Потому что они пришли Вот у нас и в письменном виде Мы просто не успели Даже их зачитать Мы их сейчас зафиксируем И попросим Леонтья Владимировича Еще раз Выступить С ответами на вопросы Очень благодарим вас За участие в программе Спасибо Вы как всегда Профессиональны И видите Все поле Что очень приятно Для людей Которые интересуются Историей И Способны Как бы Смотреть на И События И Этой Историей Не однолинейно Все-таки Учитывая Международные обстоятельства И те Силы Которые действовали Помимо Каких-то Двухсторонних Отношений На историческом Поле Спасибо Тогда До встречи Через неделю Спасибо Спасибо Слушателям Двоните До свидания До свидания До свидания До свидания